Наверное, нет в мире святых христиан такого человека, который бы не хотел бы воздать похвалу и чистой владеющейся нашей Богородицы. Ибо каждый из нас на собственном опыте знает, как внимать Святая Богородица к нашим молитвам. Ибо каждый из нас на собственном опыте имеет опыт молитвенного общения с Пресвятой Владеющей Богородицей. Дорогие братья и сестры, сегодня Православная Церковь торжественно совершает память иконы Божьей Матери Казанцы. Это особенный день и для нашего Петерального Собора. Ведь правый предел нашего Собора в 1968 году был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. С правой стороны Собора располагается Казанская икона Божьей Матери. Мы все видим, она украшена цветами. Каждую пятницу в 17 часов вечера совершается перед ней акадесное пение. Православный народ очень любит Пресвятую Богородицу, особенно почитает Казанскую икону Божьей Матери. Можно сказать, в каждой благочестивой семье есть этот святой образ. В каждом храме есть высокочетимый образ Казанской Божьей Матери. Святой праведный отец Иоанн Кронштадский в своих дневниках писал о том, что он очень часто сподоблялся особой помощи Божьей и помощи Пречистой Богородицы, когда возносил свои молитвы перед образом Божьей Матери Казанской. Как близка ты к нам, Владычица, писал в своих дневниках святой праведный отец Иоанн Кронштадский. Сегодня мы прославляем Ту, Которой суждено было стать дверью воплощения. Мы прославляем Пречистую Божьей Матерь, которая стала лестницей, восходящей от земли на небо, мостом, соединяющим землю и небо. Сегодня особенный день для нас, ибо сегодня, как писал преподобный Иоанн Дамаскин, взирая на образ, мы должны возвести свой ум, свое сердце к первообразу. Пусть сегодня Пречистая Божья Матерь отразится в нашем сердце. Какая Божья Матерь была? Священное Писание говорит нам об этом. Мы знаем, что она была честнейшей хирургой и славнейшей без сравнения с Рафиемой. Как писал святитель Дмитрий Ростовский, она была чиста не только телом, но и духом. Она была поистине сокровищем, благодателем Духа Святого. Но особенно она выделяла в себе такие добродетели, как глубокое смирение, кротость, послушание и веру, и любовь к Богу. В Священном Писании мы видим, что Матерь Божия была как бы в тени восходящего солнца Сына Своего Господа Иисуса Христа. Она не говорила особых получений, как говорили апостолы, не произносила проповедей, но проповедью ее была ее материнская молитва и ее любовь. В Священном Писании сохранились лишь слова ее, сказанные на браке в Кане Галилейской, что скажет вам Сын Мой, то сделайте, то исполняйте. И вот эти слова в этот день должны стать для нас заветом Пресвятой Богородицы. Если мы любим Божию Матерь и любим ее, Пречистого Сына, мы должны стараться исполнять Божественные заповеди. Ибо в Божественной заповеди есть завет Господа Бога и завет Пречистой Божьей Матери. Пусть каждый день для нас станет путем исполнения Божественной заповеди. Господь дает нам свои Божественные заповеди для того, чтобы мы стали ближе к Нему, чтобы мы приблизились к Нему, чтобы после смерти мы были с Ним, чтобы наследовали жизнь вечную. В Священном Писании апостол и евангелист Лука говорит нам о том, что Матерь Божия всегда была рядом со своим возлюбленным Сыном Господа нашим Иисусом Христом и каждое Его слово кротко слагало в своем сердце. Будем и мы брать пример с Пресвятой Богородицей. И пусть каждое слово Священного Писания, которое мы слышим в храме, не проходит мимо, но остается в нашем сердце и приносит плоды. Будем молиться сегодня Пресвятой Богородицы, чтобы Матерь Божия не оставляла нас, ибо Она есть заступница усердная. Аминь. Спасибо, Господи.